У нижегородских пунктов вторсырья сегодня юбилей открыт 25-й по счету пункт. До конца года их будет уже 35, а 25-й открыли в советском районе на улице Корнилова. И мне очень понравилось, чтобы наша экология была, все такое. В среднем сколько человек? Ой, мне кажется, вчера человек 150 точно было, если не больше. Ага, вот мы собирали, давно-давно у нас в гараже лежал, теперь потихонечку будем приносить. Все. И что это будет стоить? 5,45. 6 рублей. О, как хорошо. Здесь живут в основном пенсионеры, и им приходится ходить куда-то аж в сторону бывшего магазина «Заря». Поэтому очень хорошо, что здесь все установлено. Это мы сделали такую нарядную урну для того, чтобы жители, когда приходят к закрытому павильону, к экопункту, они могли бы, если у них нет материальной мотивации, экологический уклон, они могли бы в эту урну сложить то вторсырье, которое они хотели сдать. Чтобы это было эстетично, и чтобы жителям нужно было возвращаться с пакетами домой. Не у всех получается, как бы мы проводили опросы по времени работы экопункта, и 85% опросов, скажешь, их это время устраивает. Но 15% все равно есть. Для них мы решили сделать такой промежуточный вариант. По поводу объемов, мы говорили о том, что по нашим расчетам экопункты должны выходить на 20-25 тонн в месяц. На сегодняшний день уже порядка 6-7 экопунктов выходит на такие мощности. Мы постепенно реализуем ту задачу, которую поставил Владимир Александрович Панов по созданию сети пунктов приема вторсырья, которые сегодня у нас уже достигли 25 открытых пунктов, и 31 пункта установлены на сегодняшний день, которые готовы к работе. В ближайшее время, до конца года, как и мы предполагали, 35 пунктов должны быть установлены на территории Нижнего Новгорода. Продолжение следует...